Библиозонтики. Такое необычное название придумали себе волонтеры из библиотеки деревни Мильково. Их работа заключается в помощи и организации разных мероприятий. Так совсем скоро состоится экологический фестиваль, в подготовке к которому помощь библиозонтиков просто необходима. Ведь одной заведующей Анне Шмелевой Михайловой никак не справится с большим объемом творческой работы. Привески, антураж весь, фотозону, какие-то игры, в которые будут дети играть на фестивале. Все делается из подручных материалов. Все идет в переработку. Пластиковые бутылки, железные банки, картон, коробки. Все. Мы используем только краску и клей. Этот фестиваль библиотека проводит уже второй год подряд в просветительских целях. Ведь от экологии зависит наше здоровье и долголетие. Организаторы хотят наглядно показать людям, что любые ненужные вещи, которые многие посчитают за мусор, можно превратить в полезные. Стоит только захотеть. Так, например, вход на фестиваль по традиции будет платным. Цена за вход – одна пластиковая бутылка. А придумали это для того, чтобы все могли принять участие в спасении планеты от мусора. Могут им добиться того, чтобы все дети с раннего возраста не мусорили, так сказать, юбилей, экологический образ жизни. Приобщить туда детей, чтобы они радовались, им было интересно. Волонтерская работа очень сплотила ребят. Они стали большой дружной семьей. Поддержка их наставницы Анны Валентиновны для них просто тетя Аня. Библиозонтикам очень важна. Ведь с первыми трудностями юные деятели уже успели столкнуться. В самом фестивале самое сложное – это его проводить именно. Следить за порядком, проводить мастер-класс, сообщения детей. Дети разные. С ними общаться довольно сложно. Фестиваль обещает быть веселым и интересным, а главное – просветительным. Библиозонтики будут рады видеть всех неравнодушных к природе уже в эту субботу. Анастасия Воронина, Владимир Бежонок, Елена Кошелева. Видное ТВ.